Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник Биология, 8 класс, за авторством Сухоруковой, Кумченко и Цехмистренко. Параграф 53. Эндокринная система, гуморальная регуляция. Вспомните, какие железы относят к железам внешней секреции? Ну, исходя уже из самого названия внешней секреции, очевидно, что это те железы, которые выделяют что-то во внешнюю среду. Разумеется, потовые, сальные, слезные железы относятся как раз-таки к тем железам, которые во внешнюю среду что-то выделяют. В принципе, слюнные железы тоже можно отнести к железам внешней секреции. Чем обеспечивается целостность организма человека? Тем, что вообще-то все ткани и органы в организме человека работают в единой системе. И, по сути, тут и нервная регуляция, и гуморальная регуляция объединяют организм в единое целое. Заставляют, именно гуморальная и нервная системы, заставляют все ткани и органы работать в едином, так сказать, блоке, в целом, в абсолютном виде, на единое пространство, на то, чтобы этот самый организм и жил. Эндокринная система состоит из желез внутренней и смешанной секреции, которые обеспечивают регуляцию функций различных органов и приспособление организма к изменениям окружающей среды. Железы внутренней секреции Железы, не имеющие протоков, называют железами внутренней секреции или эндокринными. К ним относят эпифиз, гипофиз, щитовидную железу, надпочечники. Выделяемые ими биологически активные соединения – гормоны – поступают сразу во внутреннюю среду организма. Гормоны поддерживают ее постоянство, регулируют процессы роста и развития, интенсивность жизненно важных функций. Внутренней секрецией обладают не только эндокринные железы, но и отдельные группы клеток, необъединенные структурно в самостоятельные органы. Так, в слизистой оболочке пищеварительного канала находится множество эндокринных клеток. Впервые описал железу, которую в VII веке назвали щитовидной, римский врач и анатом Гален в I веке н.э. Итальянский анатом Евстахий описал надпочечники в 1593 году. Английские ученые Бейлис и Старлинг впервые использовали термин «гормоны» в 1923 году. Железы внутренней секреции имеют небольшие размеры, но очень важны для организма. Человек может жить с одной почкой, одним легким, но умирает при удалении маленьких паращитовидных железок или надпочечников. Гуморальная регуляция Передачу сигналов в организме с помощью гормонов называют гуморальной регуляцией. Гормоны быстро поступают к определенным органам, воздействуя на их физиологические процессы. Через некоторое время гормоны разрушаются, поэтому железы вырабатывают их постоянно. При действии сильных физических или психических раздражителей в организме идут гормональные изменения. Нервная система при этом активизирует деятельность желез внутренней секреции. Выделяющиеся гормоны изменяют функции систем органов. Происходит снятие напряжения и нормализация деятельности всего организма. Осуществляется нейрогуморальная регуляция. Фермеры разных стран используют для откорма животных гормональные добавки. Эти препараты накапливаются в мясе, печени, почках этих самых животных. Колбасы, которые делаются из мяса таких животных, содержат гормоны. И такие мясные продукты могут нарушать эндокринный баланс человека. Но, к счастью, существуют всяческие там Росздравнадзоры, Роспотребнадзоры и прочие надзоры, которые, во всяком случае, в России в целом неплохо справляются с задачей с отслеживанием подобного мяса и не допущением его на прилавки и в магазины. Хотя, в принципе, самые дешевые виды продукции могут вполне себе содержать подобные добавки. Но, извините, дешевое есть дешевое. Регуляция активности эндокринных желез осуществляется в прямом и обратном направлениях. Вначале при действии раздражителя выделяются гормоны. Затем их концентрация или ответная реакция органа влияет на активность железа. Эндокринные железы функционируют в течение всей жизни. Биологическая активность их зависит от образа жизни человека, а также от возраста. Функции эндокринных желез взаимосвязаны, что обеспечивает целостность всего организма. Железы смешанной секреции. Существует группа желез смешанной секреции, клетки которых выделяют как гормоны, так и другие секреты. Их также относят к эндокринной системе. Самая крупная железа смешанной секреции – поджелудочная. Часть клеток поджелудочной железы образуют панкреатические островки, в которых синтезируются гормоны противоположного действия – инсулин и глюкогон. Когда содержание глюкозы в крови понижается, глюкогон поднимает содержание сахара в крови, стимулируя выброс запасов глюкозы из печени. Если уровень глюкозы высокий в крови, инсулин понижает его, стимулируя его усвоение клетками. Другие клетки поджелудочной железы вырабатывают секрет, содержащий пищеварительные ферменты. При гипофункции поджелудочной железы развивается сахарный диабет. Причином его появления могут быть избыточное углеводное питание, перенапряжение нервной системы. При некоторых формах сахарного диабета больным назначают инъекции инсулина. Канадский биохимик Бантинг и шотландский физиолог Маклеот за открытие инсулина получили Нобелевскую премию в 1923 году. Дело все в том, что сахарный диабет, он фактически бывает двух типов. Либо когда вырабатывается очень много инсулина, и тогда людям приходится есть много сладкого. Либо когда не вырабатывается инсулина, наоборот вырабатывается глюкоген. Тогда, собственно говоря, сахар не усваивается. И наоборот, приходится делать уколы инсулинов прямо в кровь. И постоянно делать такие уколы. Вопросы. Какие железы называют эндокринными и смешанными? Те железы, которые вырабатывают сугубо гормоны, относятся к эндокринной системе. Те железы, которые вырабатывают различные секреты и гормоны, это смешанные. Например, поджелудочная железа вырабатывает как определенные гормоны, вроде того же инсулина и глюкогена, так вырабатывают и различные пищеварительные секреты. То есть это смешанная железа. Те, например, гипофиз и эпифиз вырабатывают исключительно гормоны. В чем сходство и отличие нервной и гуморальной регуляций? И нервная, и гуморальная регуляция, они отвечают за то, как работает тот или иной орган. Но нервная регуляция не может так сильно влиять на работу определенных органов. В то время как гуморальная, она работает медленнее, но зато может очень серьезно поменять работу тех или иных органов. То есть при выделении определенных гормонов работа некоторых органов сильно меняется. Нервная регуляция так сильно поменять работу органов не может. Как действуют гормоны? Гормоны, попадая в кровь, очень сильно влияют на действия тех или иных органов, на их функции, как они работают. Могут серьезно замедлять пищеварение и выделительную систему или наоборот усиливать их работу. Сильно могут влиять на работу сердца, сосудов и так далее. Гормоны фактически могут очень серьезно влиять на весь организм разом.